Есть ли надежда на светлое будущее? Вы были в разных странах. Человеческая природа может и останется такой же. Но каким всё будет в будущем? Предсказание. Что случится в будущем? Если бы всё дело было только в предсказании будущего, тогда зачем нам нужно было бы делать всю эту работу? Не имеет значения, насколько безнадёжная ситуация выглядит сейчас. Никогда не стоит недооценивать то, что лежит в сердцах людей. Того, что люди действительно хотят. Не стоит это недооценивать. Через 10 лет весь мир может преобразиться в совершенно новую возможность. Просто людей нужно расшевелить, чтобы они начали действовать. Но когда они начнут действовать, вы даже представить себе не можете, что они могут сделать. Они могут сделать что-то, что никогда до этого в мире не происходило, не так ли? Не так ли? Так что... Не пытайтесь предсказывать будущее. Подумайте о том, какое будущее вы хотите создать. Почему мы всё время пытаемся предсказать будущее? Я хочу, чтобы вы установили цель. До того, как я умру, я хочу, чтобы мир стал немного лучше. Разве так будет не лучше? Вместо того, чтобы предсказывать будущее, почему бы вам не установить для себя цель? Прежде чем я покину этот мир, я хочу сделать его хотя бы немного лучше. Если все из нас подставят перед собой такую цель, то определенно нас ждёт прекрасное будущее, не так ли? Мы надеемся, что придут указания со звёзд. Звёзды — это тупые, неодушевлённые камни. Понимаете? Вообще-то вы должны уметь мыслить. Для них же это недоступно. И хотя они и далеко, это просто тупые камни, лишённые интеллекта. Не так ли? Да или нет? Если они далеко, это ещё не значит, что им нужно придавать такое значение. Они не управляют нашими жизнями. Судьба человека находится в руках человека. То, что мы с ней делаем, определяет то, какое оно станет. Если делать разумные вещи, определённый завтрашний день будет прекрасным. Если делать неразумные вещи, определённый завтрашний день будет ужасным. Не так ли? Так что не нужно предсказаний. Предсказания — это оскорбление для человечества. Все предсказания — это ужасное оскорбление человечеству. Не так ли? Не так ли? Не принимается во внимание то, кем является человек. Вот что это значит. Всё это происходит просто потому, что вы не осознали, насколько это невероятно — быть человеком. Вы не осознали, как много это значит. В Индии есть невероятные истории, возможно, вы их знаете. В Индии есть такие истории. Если у богов какие-то проблемы, если у них неприятности, они спускаются вниз, чтобы встретиться с мудрецами и святыми, спросить у них совета. Вы знали об этом? Это просто чтобы показать вам, что человек может подняться до таких высот, что даже боги будут просить у него совета, чтобы показать вам всю невероятность того, что значит быть человеком. Так что если вы осознаете, насколько это невероятно — быть человеком, вы не будете предсказывать, вы будете создавать. Вам просто нужно создавать, а не предсказывать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА